Всем привет, ребята! Я хотел показать, как работает с камерой Урса 12К. Смотрите, это я уже сделал цвет. Это я снимал аноморфик видео и тестирую аноморфик. И когда я снимал аноморфик, у нас Урса 12К Я записывал 12К, 30 кадров в секунду. Так, тут указано или не указано кадры. Медиа-инфо надо кинуть. Давайте медиа-инфо кинем. Так, я скачал медиа-инфо или ещё нет? Нет, а вот медиа-инфо. Так, давайте кинем биро-файл, посмотрим. Так, что тут у нас? Урса 12К. Чё, ничего не говорит? Компрессию, говорит, 18.1. Говорит, Gen 5 какой цвет? Пятая версия цвета. Generation 5. Так, а вот кадры в секунду. Вот аноморфик, видите? Она говорит, что я снял аноморфик. Так вот, 2 кадры в секунду. Резолюция, видите? Битрейт, 1000 Мбит в секунду. Так, а резолюция вот такая, больше 8К. Потому что я снимал 12К, но она сделала аноморфик, потому меньше пикселей обрезала. Вот, видите, какой аноморфик? 30 кадров в секунду. Вот. Закрываем. И обычно, когда вы будете получать файлы, они вот такие, квадратные. Но, когда... Когда у меня есть аноморфик линза фейковая, и в камере я включаю аноморфик и записываю. Также у меня есть аноморфик адаптер. Буду тестировать, пробовать. Но, когда мы закинули видео, оно автоматом в примере, в новом примере, оно автоматом стало аноморфик. Но, если вдруг у вас не стало аноморфик, вы идете... Preference. Так, подождите. Project Settings. Не, Sequence Settings нам надо. Ну, ладно. Может, по файлу увидим. Sequence Settings. Где-то я уже потерял. А, вот, Sequence, извините. Sequence Settings, да. Вот, 30 кадров в секунду. И мы будем включать аноморфик 2.1.2.0. Видите? Вот этот. Аноморфик 2.1.2.0. 30 кадров в секунду. Цвет Rack7Online я писал. Потом, я купил новые латы для Урсы. Можете скачать в нашей папке Overlays. Заходим на наш друбокс, где латы лежат. Папка Overlays. Вот латы. И вот Урса... Не, подождите. Лист. Вот это наши старые латы. Тут есть Blackmagic с XK. То есть, есть 12K Урса. Но были апдейты сделаны. Просто даже не 12K, а Урса есть. Урса мини. Да. Но... Это специально для Урса 12K. Ну, или для Урс камеры. Для любой Урсы камеры. Так как был обновлен цвет. Генерация 4.5. Вот это 4.5. Я, у меня 5. И вот эти копируем латы себе в... Adobe Encoder и Premiere Pro. Вот. Возвращаемся к проекту. Я поставил лат. Я выбрал плюс еще два контраста. Ну и смотрите, какая ситуация. Я поставил лат. И уже коррекция у нас не такая, как мы обычно делаем. Потому что... Давайте я ресет сделаю. Вот я поставил лат. Вот видите, лат. Но... Давайте я вам открою картинку. Вот это оригинально. Уже видите, сколько лат сделал работы. Но у нас все отлично. То есть, не надо нам расширять диапазон по нашему методу. Метод вилки называется. Shadows поднимаем. Highlight запускаем. White запускаем. То есть, тут не надо уже. Потому что в камере достаточный диапазон. Камера сняла... Мы уже поставили лат. Потому не надо нам. Добавляем контраст. Еще больше. И наоборот. Shadows скидываем. Потому что... Мы добавляем еще контраст, когда скидываем shadows. Добавляем насыщенности. Ну, в меру, в меру, в меру. Так. Чтобы не перенасытить. Давайте чуть побольше экран сделаю. Потому что у меня Mac. Экран маленький. Macbook. На большом я вижу тоже. Но он вам не показывает. Насыщенность. Вообще-то, может, и не надо. Экспозицию опусим. Вот так. Вот, видите. Все. Цвет сделан, ребята. Не надо четкости добавлять. Цвет сделан. От контраста можно вот так. Все. О, видите. Уже практически лад все сделал. Вы чуть подправили. Все. Shadows опустили. Просто надо понимать свет, ребята. Если вы понимаете свет, тогда можете использовать даже два инструмента. Температуры, тинты не надо трогать. Все отлично снято. Я даже не говорю идти в эффекты и пользоваться биров кодеком. Не надо. Потому что потом через прокси вы не сможете, если вы будете делать прокси, особенно сурсы 12к, вы не сможете пользоваться этим биров инструментом. Но и не надо. Видите, как все просто. Лад поставили. Все, ребята. Все. Контраст. Shadows опустил тоже, добавляя контраст. Можно и вообще. Смотрите. Shadows до конца опустить. Вот и контраст. У нас можно даже контраст не трогать. Можно Shadows и Black опускать. Тем самым мы добавляем контраст. То есть, как хотите. Тут надо просто было добавить контраста и больше ничего. Даже насыщенность можно не трогать. Вот Saturation. Чуть-чуть можно. Там, троечку. Все, ребята. Вот это так просто. Но чтобы понимать, что просто так сделать, надо просто видеть цвет. Иметь опытные глаза. Понимать цвет. И чтобы... Вот. И так натурально, красиво выглядит. Так, я включил уже другой кадр. Все. Все. Это аноморфик. Потом, что мы делаем? Берем, копируем цветокоррекцию. И вставляем на каждый файл. Ну, вы это знаете. Я не буду это говорить. Вот, копируем цвет. И вставляем Past Attribute. Все. Lumetri Color. Все. Ок. Все. Сделано. И так на каждый файл. А теперь выводим. Export Media. У нас снята аноморфик. Значит, выводим аноморфик. Значит, сделаем пресет аноморфик. Ну, это для Альбины. Она будет на выводе сидеть. Так. Ну, выбираем кодек. У нас 65. Тут просто файлы не сделаны. Все вот на этом остановлюсь, чтобы вам. Так. Видите, резолюция у нас 7680 на 6. Ну, короче, больше, чем 8К. 30 кадров в секунду. Аноморфик. Так. Ну, что. Давайте будем видеорезолюцию тут исправлять. Так. Можно, в принципе, Match Source. Ну, да. Можно потом вывести нормальную резолюцию, когда будем проект делать. Ну, делаем 8К-резолюцию. Так. Какой у нас 8К? Какая там резолюция 8К? Сейчас посмотрю. Усобел уже. 8К. Так. 7К. 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 Так. Мне кажется, надо открыть колодочку. 7,680. 7,680. 7,680. На. 4,680. 4,680. Значит, первое надо Наоборот сделать Первое 4320, а второе уже написать 7680 А то оно что-то не хотело Да, во 8К у нас, да 30 кадров в секунду Анаморфик Что-то она по боку обрезала Ну да, наверное Так Scale to fit Scale to fill Вот, нам надо Scale to fill Scale to fill Видите, вот так, что было Анаморфик Скорее, не, scale to fill Вот, scale to fill У нас получается Анаморфик Но Надо было это сделать Когда было больше пикселей А ну давайте еще раз Match source Как у нас У нас столько пикселей И мы делаем И мы делаем Scale to fill А, нет, нет Все-таки надо было Так, все Опять делаем Так, 4320 На Что первый раз делал 7680 Анаморфик Анаморфик Мы сделали Да, 30 кадров в секунду Нажимаем У нас вот так было Но мы нажимаем Scale to fill И у нас Получилось Анаморфик Вот Битрейт какой Ставим на видео Ну, как обычно Битрейт мы знаем Сколько на 8К Мы ставим Это для Альбины Видео Сюда Render Maximum InDesk Use Maximum Render Quality Мы ставим 10 бит Выводим Значит Выбираем Чтобы 10 бит Выбрать Нам надо Level Изменить На 6 2 У нас появляется Main 10 бит Rack 709 И спускаемся Дальше Битрейт Выбираем У нас 120 битрейт На 8К Кодек H65 Quality Good Оставляем Вот Ну, вот и все А что, оно изменилось У нас Так Нам надо 7680 7000 на 680 Да, вот Все Проверим Проверим Use Max Так Frame Sampling Main 10 Это 10 бит Main 10 Так, Rack 709 Битрейт 120 Битрейт Audio Audio Ставим Кодек У нас Такой Стереу 5.1 Ставим И вставляем 320 Можно Стереу Можно 5.1 Зависим Если у нас 5.1 Звук Все Так что, ребята Вот так Все просто Спасибо за внимание Всем пока В этом видео Я показал Как работать С аноморфик Видео Как его выводить Если это 8К Если 4К Тогда 4К Выводим Зависимо В какой резолюции Снят Спасибо Пока Продолжение следует... Продолжение следует...